На следующий год будет приобретено жилье на территории города Ачинска для жителей Горновского сельского совета. Почему? Потому что программа предусматривает приобретение жилых помещений на территории всего Красноярского края. На территории Ачинского района жилых помещений для приобретения подходящих под программу нет. И кроме того, наниматели жилья, они выразили свое желание получить квартиру в городе Ачинске. По Естребовскому сельскому совету являются собственниками жилых помещений у нас граждане. И они выразили желание на получение в денежном эквиваленте. Поэтому программа работает, у нас все хорошо. Сколько человек в этой программе участвует? В этой программе участвует у нас два дома. Там количество не буду говорить, чтобы не быть голословной. У нас 4 квартиры. То есть на 10 миллионов приобретаться будут жилье. Там 10 миллионов жилье будет. Приобретация ветхоаварийная. Все зависит от площади жилья, которая предоставляется. И есть определенная стоимость квадратного облата. Поэтому... А скажите, пожалуйста... Вся информация вообще реальная и она размещена на официальных сайтах программы. Это общедоступная информация. Если необходимо более какую-то конкретику, я вам предоставлю в письменном. Скажите, пожалуйста... В ключах... Нет, коллеги, подождите. В ключах у нас, насколько я помню, раньше был организован для переселенцев маневренного или временного содержания. Людей, попавших в трудную ситуацию. Этот центр работает у нас? И за счет кого он задерживает? Не могу, честно говоря, понять, что вы меня спрашиваете. Вы имеете в виду маневренный фонд, который имеется на территории Ключинского сельского совета? Ну, нет, глава здесь он расскажет. Это маневренный фонд Ключинского сельского совета? Нет, администрация Ачинского района. Делалось именно для района. Я поясню. В этом маневренном фонде проживают жители со всего Ачинского района, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сегодня буквально вопрос стоял по Преображенке заселения. На сегодня одна комната есть свободная там. Из 22 в 21 комнате проживают жители. 60% этого фонда занимает администрация сельсовета, вот жители все. 40% фонда – спортивная школа и управление образованием. Там находится клуб по месту жительства у нас на первом этаже, находится школьный музей, школьный кабинет домоводства также занимает. Вот поэтому я и прошу на содержание, на текущий ремонт добавить 300 тысяч бюджет сельсовета. Продолжение следует...